Сложно сказать, я по шоу-бизнесу, я не знаю, получал ли Филипп Перкоров свой материнский капитал, у него ведь двое детей в конце концов. Я считаю, что, наверное, это правильная мера, другое дело, что там 250 тысяч, которые были до этого, да, насколько они влияют на материальное положение матерей. Потому что все равно, как бы ни делали материнский капитал, у нас пособие у матерей очень низкое, маленькое, да, и все равно их нельзя было потратить деньги на, ну, не получить их живьем, да, можно потратить на образование, либо можно было потратить на увеличение жилплощади. 500 тысяч, может быть, решат эту проблему, я не знаю, просто вот на моей памяти, из моих знакомых пока еще мало кто рожал больше двух детей, и мне кажется, что это такая не очень хорошая тенденция, потому что люди ведь не рожают детей не потому, что, условно говоря, там, не знаю, Борис Моисеев пляшет на экране, или какой-то другой причине, не рожают детей, потому что боятся плодить нищету. Вот как с этим бороться? С этим бороться нужно комплексно. Ведь люди, ну, даже при наличии материнского капитала, ну, это не будет таким афродизиаком, который позволит нам плодиться и размножаться, ну, честное слово. Должна быть уверенность в будущем, а это не только материнский капитал, это возможность найти работу, возможность, там, не беспокоиться о том, что я задушен налогами, какими-то приказами, указами, которые в последнее время ожесточились, там, и стали совершенно другими. То есть, должен быть комплекс мер, и как только люди поймут, что даже работая, условно говоря, как это делать, там, в Европе, в загнивающей Европе, если ты работаешь медсестрой, условно говоря, да, ты все равно более-менее уверена в социалке, если ты женщина. У нас, к сожалению, работая медсестрой, ты будешь уверен только в том, что ты будешь жить на откаты, на какие-то взятки, которые тебе будут давать, и на зарплату в 7,5 тысяч рублей. Вот пока у нас не будет, пока у нас не прекратится вот эта история, никаких детей у нас не будет, как мне кажется. Поэтому в последнее время единственный выход – это миграционное изгадательство, которое позволяет нам привлекать людей извне каких-то, да, то есть увеличить поток мигрантов в нашу страну. Это, конечно, увеличивает количество российского населения, но я не думаю, что это увеличивает рождаемость внутри России, как мне кажется. Хотя, в общем, из меня очень плохой советчик в этом смысле. Мне кажется, чем больше, тем лучше, наверное, денег для матерей. Но как это отразится, учитывая, что даже квартира в Москве, ну, я говорю про Москву, потому что я в Москве живу, я москвич, когда квартира стоит однушка 4,5 миллиона рублей, это минимум, и это на окраине, и чтобы влезть в ипотеку тебе нужно выплачивать 50 тысяч рублей в месяц, а зарплата средняя 30-ка, ну, никакой материнский капитал не покроет эти расходы, вы простите. Особенно если учитывать, что у нас материнский капитан, отличная история, но у нас высокий показатель разводов и высокий показатель мужей, которые бросают своих женщин, бывших жен с детьми, и абсолютно пофигу, как они живут. Да, у нас уже зачается наказание для неплательщиков алиментов, но, с другой стороны, есть отличная история просто с неработаемыми мужчинами, которые скрывают свои доходы, и, в общем, потом за ними можно бегать по стране, искать их, и это никак не повлияет на твое благосостояние совершенно, даже если ты его найдешь и через суд потребуешь у него что-то взамен. Поэтому я много говорю, я знаю.